Сезонная аренда земли В настоящее время в мэрии ведется работа по формированию новых земельных участков. Готовятся технические условия к объектам инженерной инфраструктуры. Ориентировочно к конец июля-начале августа мы начнем публиковать извещение о праве предоставления земельных участков в аренду с различным целевым назначением, в том числе и ЖС. Земельные участки расположены на территории муниципального образования. Земельные участки для ЖС расположены в Воскресенске, Хутор Чумбурка, Просторный. Принять участие в торгах может каждый. Для этого нужно заполнить заявку на участие, она находится на сайте администрации. Оплатить задаток, его размер устанавливает специально оценочная организация и сдать документы в многофункциональный центр. Их примут в любом окне. Юридическому лицу к этим же документам приложить нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. Публичные торги муниципальной собственности – это право на заключение договора аренды. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Обязанность проведения торгов в определенных случаях предусмотрена законом. При этом аукцион может быть как открытым, так и закрытым. Снимать торги разрешили впервые в нашей программе. Аукцион ведет начальник управления имущественных отношений Елена Буряк. Продается право аренды на размещение туристко-информационных центров на 180 календарных дней. Адрес места расположения участка земли называют лотом. Аукцион начинается с соглашения номера лота, его площади, размера арендной платы, шага аукциона. Участникам называют номер лота и начальную цену. Покупатель, желающий приобрести лот по более высокой цене, поднимает свою карточку. Аукционист называет номер покупателя, под которым он зарегистрирован на аукционе, новую цену лота. И если после троекратного повторения суммы не следует нового предложения, аукционист ударяет молотком, подтверждая продажу лота покупателю, который последним назвал наивысшую цену. Важно для участия в торгах определиться заранее, сколько земельных участков можете реально оплатить. Проигравшим участникам задаток возвращается, а вот победителю торгов, который отказался платить в течение трех банковских дней, со дня подписания протокола придется распрощаться с задатком. Залог остается в бюджете администрации города. После победы участники несут юридическую ответственность за землю, на которой разворачивают свою деятельность. Такие информационные центры по размещению отдыхающих пользуются спросом, в основном у автотуристов. Эти киоски тоже находятся на муниципальной земле, поэтому для ведения экскурсионного бизнеса предпринимателям надо также пройти через процедуру торгов. В прошлом году количество мест размещения экскурсионных путевок у нас было 45. В этом году управлением по центрально-курортному комплексу была подготовлена информация о 117 местах размещения. Они были скомпонованы в 41 лот, по 3 места в одном лоте. Для участников торгов в этом случае проводили закрытые по форме подачи предложения о цене арендной платы. Участники до начала аукциона подают запечатанные конверты, в которых указана сумма за один лот. Победителям признают того, кто предложил лучшие условия. Это наибольшая цена за право размещения объекта, опыт работы участника и количество предоставляемых рабочих мест. Галина Тимирева в туристическом бизнесе больше 10 лет. В аукционе участвует каждый год. На этот раз победила в аренде трех лотов. По ее словам, минус пока один. Маловато туристов. То ли это из-за непогоды, то ли это из-за дороговизны билетов. Самое популярное это в Азовском направлении. Грязевой тур, Азовское море. Экскурсии могут быть разными, а павильоны одинаковыми. В виде башенки в металлическом каркасе, обшитых белым пластиком. Внимание! Каждый житель может попросить показать ему документы, разрешающие деятельность на муниципальной земле. Потребителю перед началом оказания услуг необходимо будет внимательно изучить ту документацию, которую ему предложит исполнитель услуги. То есть, чтобы он изначально знал, на что может рассчитывать. Если это предоставление экскурсионных услуг, то какой автотранспорт будет предоставлен для транспортировки. И в случае нарушения конкретных прав потребителей, потребителю рекомендуется обратиться либо в территориальное отделение Роспотребнадзора в городе Анапа, либо в юридический отдел администрации города. Мы готовы оказать консультативную помощь, помощь в составлении претензий. И в случае, если понадобится решать этот вопрос в судебном порядке, то окажем помощь в составлении искового заявления, предъявлении его в суд и сопровождении этого искового заявления до вынесения судом в окончательной форме. В Анапе с незаконной торговли, она начинается с началом лета, борются сотрудники администрации. Ежедневно в рейд выходят межведомственные комиссии. Если предприниматель работает без документов, подтверждающих участие в торгах, ему предстоит прекратить работу до следующих торгов. Управление имущественных отношений проведут в начале мая 2014 года. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи.